главная задача этого макияжа было создать эффект лифтинга убрать уставший вид и добавить свежести сейчас я в подробностях покажу как я выполняла эти задачи у моей модели комбинированная кожа склонная к сухости поэтому я использовал на ней мой любимый увлажняющий праймер анали он отлично увлажняет и подготавливает кожу к нанесению макияжа но одновременно он очень легкий поэтому кожа не будет излишней жирницы зона глаз это то что выдает усталость в первую очередь поэтому тут важно найти косметику которая хорошо будет освежать я использую минеральный праймер 01 от анали он может работать и как база для консилера и как самостоятельный продукт если этого достаточно как база он разглаживает кожу освежает ее увлажняет и делает светоотражающий эффект я заметила что поверх этого праймера консилеры намного меньше скатываются и никогда не выглядит сухо этот же праймер я наношу на все века и растушевываю во первых он выравнивает оттенок кожи а во вторых тени по нему тушуются очень легко и не ложатся пятнами приступая к теням я выбираю максимально нейтральную палитру если вы хотите освежение то отлично работают нейтральные или теплые оттенки коричневого золота бронза и все в таком духе для того чтобы сделать лифтинг эффект на глазах я сразу же начинаю строить тушевку по диагонали все линии веду к верху и мягко растушевываю в любом лифтинг макияже очень важно найти баланс четкости направления линии вверх и одновременно мягкости этих линий если вы сделаете макияж слишком жестким то вы добьетесь только противоположных результатов и усугубить и ситуацию как видите в макияже глаз я начала с достаточно большой пушистой кисти и с каждым более темным оттенком перехожу на кисти меньшего и меньшего размера на подвижное веко я наношу бронзовый оттенок как и говорила такие оттенки отлично освежают а еще у моей модели голубые глаза поэтому для нее такие оттенки подходят идеально на нижнем веке важно соединить тушевку с верхним веком и продолжить направляющую вверх заданную изначально по ресничному краю совсем слегка добавляю подводку но только до середины века и во внешнем уголке делаю линию немного толще никакие хвостики не рисую так как нам это и не нужно когда ресницы будут накрашены то создастся эффект более густых ресниц а также немного более поднятого уголка самое время накрасить ресницы на лицо я наношу любимый тон моей модели герлен лонжери депу она попросила меня использовать именно его так как ей нравится покрытие стойкость и эффект который он создает на лице этот тон достаточно плотный но лицо с ним выглядит свежо а кожа увлажненной хорошо перекрывает недостатки сглаживает текстуру кожи и расширенные поры в качестве скульптора я взяла свой любимый нес косметикс скульптором очень важно вернуть рельеф и лицу поэтому я обязательно наношу его на скулы слегка на лоб а также обязательно на зону челюсти и подбородка для большего освежения добавляю бронзером мейкоп эволюшн на яблочке щек с растушевкой по скуле я слегка добавила минеральный румяна анали теперь хайлайтер в лифтинг макияжа с ним нужно обращаться более осторожно сначала я нанесла жидкий хайлайтер бека в оттенке moonstone только наверх скулы и хорошо растушевала дальше я слегка дублирую его тем же хайлайтером только в сухой формуле по остальным зонам на лице я только могу слегка пройти с тем что осталось на кисти переходим к бровям перед выполнением макияжа я уже сделала коррекцию бровей и сейчас мне осталось только их оформить карандашом так как внешность модели очень мягкая в целом макияж очень мягкий то я выбрала именно карандаш для бровей а не помадку или гель основную форму я делаю оттенком dope dope от color pop а потом добавляю тональности оттенком dark brown я всегда на бровях использую несколько оттенков так как выглядит это максимально натурально губы я крашу карандашом и блеском для губ которые моя модель принесла с собой так как макияж очень нейтральный я не возражала против этих оттенков тем более что ей удобно будет потом поправлять макияж на протяжении дня в конце я нанесла на все лицо фиксирующий спрей метист от color pop он добавляет свежести и сияния а еще он просто магическим образом словно плавит любые сухие пудровые продукты на лице заставляя их сливаться воедино с кожей и тональной основой надеюсь что вам понравился этот макияж и вы вынесли из этого видео несколько полезных советов для себя оставляйте комментарии подписывайтесь на мой канал и до скорых встреч а